И сегодняшнее слово, я буду говорить фундаментальное слово, потому что это Почему пришел Иисус? Так вот и проповедь называется Для чего или почему пришел Иисус? И в нашей жизни надо всегда понимать, что Иисус, если мы посмотрим Бытие 3 глава Бытие 3 глава Иисус пришел разрешить именно вопрос Вот только Бытие 3 главы Если вот вы это поймете, то у вас Вы поймете всю Библию Почему? Потому что это и есть коренная проблема всех людей Это и есть коренная проблема всех людей Бытие 3 главы Я предлагаю вам, конечно, всю ее прочитать Но сейчас мы читать не будем Но дома обязательно прочитайте, когда будете работать над конспектом Почему люди несчастливы? Почему, когда человек ушел от Бога, у него все перевернулось? Потому что изначально, если мы его смотрим Бог, когда сотворял человека, Он сотворил его Бытие 1.27 Он сотворил его по образу Божьему По подобию Божьему Это очень важно Он сотворил его по образу Божьему и подобию Божьему А потом уже благословил 28 стих Сказал плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, распространяйтесь и владычествуйте над землей И сегодня проблема в жизни людей, когда заключается Когда в Бытие 3 главы с 1 по 6 стих Человек послушал сатану и ушел от Бога То он утратил образ Божий И зачем человек начал сосредотачиваться? Человек начал сосредотачиваться на Бытие 28 На чем человек сосредотачивается, если вы посмотрите? Он сосредотачивается на материальном Плодица, семья, дети, работа, карьера, успех Поэтому люди все, если вы посмотрите Большинство людей, если посмотрите, они вот на этом сосредотачиваются И даже когда они куда-нибудь на тренинги, на коучинги приходят Или в религию приходят У них вот в этом вопросе всегда возникает То есть они всегда Что у них прежде всего, когда к Богу приходят? У них что? Это здоровье Это работа Или долги Или отсутствие работы Или развитие работы Это семья Это карьера Или отсутствие духовной силы Или депрессия Вот люди, когда приходят Даже в церковь И по аналогу Сначала, когда у них в этих ситуациях возникают трудности Они сначала пытаются их решить своими силами Если у них не получается Они начинают советоваться с людьми Если люди, друзья не могут в этом вопросе помочь Они обращаются к психологам Но по статистике только в последнюю очередь они идут в церковь То есть я как пастор прекрасно понимаю Что если человек пришел в церковь Большую часть Они пришли вот Потому что им уже никто не смог помочь Ни психологи Ни свои силы И они уже тогда приходят к Богу Это большая часть людей Почему? Потому что Они сосредоточились на 28 голове Они сосредотачиваются на личностном успехе Они сосредотачиваются на личностном благополучии И даже если мы смотрим готовы верить в Богу Чтобы вот эта ситуация дала им успех и прорыв Но прежде всего Прежде всего Иисус он показывал Почему возникает проблема Все проблемы в жизни человека Потому что он утратил образ Божий А как Бог сотворил человека? Он сотворил его из праха земного Вдохнул в лице его дыхание жизни И стал человек душой живой То есть человек Он был духовной личностью И Слово Божие Оно было внутри него То есть он 24 часа в сутки У него было мышление в Бог И когда человек ушел от Бога Что произошло? Он духовно умер Он перестал мыслить Божьими целями Божьими критериями У него утратился духовный разум И соответственно Человек стал жить чем? Стал жить душою Душою и телом Он начал Он утратил образ Потому что Слова не Божьи вошли в жизнь человека И поменялся порядок Поменялся порядок Поэтому Вот о чем вы больше Все Вот я сейчас задам вопрос О чем вы больше всего сосредоточены? Какие вы смысли Какие мотивы Какие ли цели Или что вы хотите Хотите достичь? Что вы хотите изменить? Вот задайте себе Вот такой вопрос Вот допустим Принц Ему царство не дается До тех пор Почему? Пока у него не сформируется Мышление принца Пока у него не становится Достоинство принца И поэтому в писании сказано Младенец Да коли в детстве Ничем не отличается от раба Хотя и господин всего Возьмете любого ребенка Ребенка принца И ребенка простого человека Они ничем не отличаются Почему? Они абсолютно Только все кричат Им только мама нужна Им свои интересы нужны Свои цели нужны Но потом меняется Кардинальное воспитание Кардинально меняется воспитание Принц должен приобрести Достоинство Метод управления Взгляды Цели И потом Когда он созревает Ему дается наследие Поэтому Бог Он говорит Что изначально Образ важнее Чем цели Я будучи пастором Когда смотрю Наблюдаю допустим За людьми Да И если мы посмотрим Допустим Прошлое кафедральное слово О чем я говорил Я говорил о том Что Что очень много верующих Всю неделю живут И даже Бога В голове не держат Вот Прошла Прошла вот эта неделя Сколько раз Вы сосредоточились На Боге Сколько раз Вы сосредотачивались На Божьей цели Сколько раз Вы для себя Сосредотачивали Что для вас главное К чему вы призваны Ваша миссия Ведь Писание Чему учат Те кто сосредотачивались На Боге Выявляли завет Те кто сосредотачивались На Боге Выявляли завет Вспомните Ноя Он Сосредоточился На Боге И когда он Сосредоточился На Боге Бог ему сказал Он дал ему Столетний ответ Он дал ему Что сто лет Ему надо заниматься Что он ему сказал Строй ковчег И через какое-то время Бог что сделал Он сделал Ноя Он начал управлять Всей землей Когда Бог Как бы Моисей Сосредоточился На Боге Что Бог ему дал Он тоже дал ему завет Тоже столетний По большому счету Выведи народ Израильский Из Египта Когда Иосиф Сосредоточился На Боге Он тоже получил завет Заветом приходит Миссия Миссия всей жизни И открывается План жизни Когда сосредотачиваемся Поэтому если мы Сосредотачиваемся На том Кто мы Тогда откроется О том Чем я должен Заниматься всю жизнь Ну что произошло Сегодня верующих Спрашиваешь Чем ты готов Заниматься всю свою жизнь Какие мотивы Твоей жизни Я наблюдаю Наблюдаю 28 глава Карьера Семья Работа Успех Сейчас время такое Да Военное положение Мобилизация Там Война идет Да И очень многие Судьбы Прям поменялись Вот так вот Ну согласитесь До войны Они чем жили До войны Абсолютно Вот этими целями Абсолютно Вот этими целями Сейчас война Пришла И получается Уже надо Что-то менять Уже надо Возникать Но что Библия говорит Главные Не вот эти цели Главное Бытие 27 глава Главное Образ То есть Мы Говорим Что Очень важно Исцелить Себя Очень важно Приобрести Духовное мышление Духовные цели Потому что Именно Во время Кризиса Божий народ Поднимался Именно Во время Кризиса И мы С вами Давайте Посмотрим Следующую Пирамиду Нарисую Вам такую И вот Вот здесь Мы Что мы Утратили Бытие 1.27 Человек Когда ушел От Бога Он тратил Бытие 1.27 На самом деле Сатана Об этом Не говорит нам Кто ему Говорит о том Что твое мышление И твои цели И твои планы Неправильные Кто нам Говорит Нам говорят 28 У тебя У тебя Создоровье У тебя Сработа У тебя Семьи У тебя Карьера У тебя Депрессия Вот что У тебя Неправильно Тебе Надо решать 28 Вопрос Вот что Любви Сели Говорит А Бог Говорит Вот Вот это И что Произошло Когда человек Ушел Первое Это Бытие Третья Глава С 1 По 6 Стих И мы Называем Это Библия Называет Это Духовная Проблема Что Произошло Человек Разъединился С Богом Человек Перестал Думать Критериями Слово Божьего Почему я говорил Что если вы Начинаете думать Согласно Слову Божьего Тогда Что Тогда Меняется Ваш Образ Когда Вы Начинаете Наслаждаться Словом Божьим Тогда Меняется Наслаждаться Наслаждаться Тогда Меняется Почему Что Такое Образ Человек Это Слово Которое Сформировалось Нас В Наши Цели Ценности Взгляды Характер И И И В Образ Нашей Жизни И Отсюда Формируется И Помимо Того Что Произошло Разделение Сразу Прошло Разделение И Как Только Произошло Разделение С Богом Посмотрите Сразу Пришло Разделение С людьми Если Когда С Богом Были Я Могу Такую Вечь Сказать Как Пастор Духовное Единство В семье Это Самое Главное Чем Деньги Чем Жилье Чем Еще Какие То Отдых Или Еще Что Вашей Жизни Но Что За 27 Лет Я Уже Пастор Как Вица Лет Я Увидел Следующий Как Только Когда Изникает Проблема Между Мужем И Женой Когда Кто Один Или Двое Перестали С Богом Жить Как Только Один Или Двое Перестали С Богом Жить У них Возникает Что Возникает Сразу Что Написано Когда Адам Пришел Он Что Что Сказал Еве Говорит А что Ты Прячешься Адам А что Ты Прячешься Че Вы Прячетесь От Меня И Не Ел Ли Ты Дерево Познание Добра И Зла И Что Я Начал Говорит Жена Которую Ты Мне Дал До Этого Восхищался Ей А потом Говорит Жена Которую Ты Мне Дал То И Иными Словами Мы Видим Что Когда Я вас учил По семи смертным грехам Я тоже самое говорю о чем Что люди разделяются Одним важно материальное Другим важна интересная жизнь Третьим важны близкие отношения Четвертым важна самореализация Другим важно Именно управлять Кому командировать То есть у каждого человека взгляд И И Люди они разделяются На взгляды На интересы И только если там В чем-то у них возникает Они на этой основе Соединяются Но вот Разделение между людьми Конфликт и разделение Оно произошло Когда духовное Произошло Разделение Заметьте Всякий раз Вот я вам Такую вещь скажу Всякий раз Пока я не держу Бога в разуме Или когда я держу Бога в разуме У меня не происходит Желание развестись У меня не приходит Желание Ссориться С людьми Почему Потому что Когда ты с Богом То ты Формируешься Как личность И тогда у тебя Рождается миссия Мне задали вопрос Пастор У меня в конфликт И в семье Я говорю Что делать Чтобы изменить Конфликт и семье Я говорю Тебе с Богом Надо жить А как это Соединяется Я говорю Потому что Это бытие Третья голова Говорит Что если ты С Богом Будешь жить У тебя Совсем У тебя Другой У тебя Формируется Статус И рождается Завет Рождается Миссия Рождается План Не поняла Я говорю Очень просто Если я с Богом Значит Все происходит Любящим Бога Действуем По изволению Все содействует Ко благу Аминь Верите в это Если у Бога Есть план Если он со мной Я живу с ним Значит у него есть план А какой его план Чтобы то Что вокруг меня Плодиться Размножаться Наполнять И оживотворять Но только тогда Когда я сам живу И тогда я могу Оживотворять других И соответственно Я уже понимаю Что Моя жена Я не вижу ее Недостатки Я вижу Что моя жена Это миссия От Бога В моих жизнях Я вижу Что Работа Или люди Которые вокруг меня Это миссия От Бога В мою жизнь Я вижу Куда бы я ни пошел Это миссия Потому что Если я без Бога Тогда я что Я Не смотрю Я ищу то Где мне хорошо И с кем мне хорошо А сегодня Мне тут хорошо А завтра Мне будет Там хорошо Сегодня Мне с одной девушкой Хорошо Завтра Мне с другой Будет делать хорошо Мы должны понять Что разделение С Богом Приводит К разделению С людьми Вы вот эту Вещь понимаете Вот я как пастор Могу такую вещь сказать Вот у нас был Недавно Ужин И вот я когда прихожу А все знают Что я пастор И А духовное состояние Реагирует Ты начинаешь Что-то говорить Люди Где-то Сжимаются Ну Это самое И вот у меня Вот Знаете Внутри Ты пошел Ты чучело Меручило Будешь тут Передо мной Выеживаться Ты кто такое Вообще Ну Как бы У вас никогда Никаких мыслей Не возникает Когда ты Чувствуешь Что ты пытаешься С человеком Строить отношения А он как-то так с тобой Ну-ка бы Ведет Типа Ну-ка бы Кто-то такой Ну-ка бы это И у тебя Так внутри Такое-то все Поднимается И так Говорят Господь Аллилуйя Иисус 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 Ведь я же здесь Не для того Чтобы самому Выбирать себе Общество Я здесь Потому что У Бога есть Миссия На этом месте А если Есть миссия Значит Что Значит Разделение Не должно быть Аминь Если Миссия Значит Разделение Не должно быть Но вы себя Задайте вопрос Когда вы попадаете В общество Где Вас кусают Где еще Какие-то Вас Не принимают Что происходит Внутри Желание Разойтись Аминь Так Потом Смотрите Что происходит Следующее В результате Перекладывание Это бытие 3.16 13.16 Что такое Перекладывание Перекладывание Вины Перекладывание Вины Люди Заметьте Они все Любого Осуждают Но не себя В большинстве Случаев Любого Осуждают Но не себя В этом Виновата Жена В этом Виноват Муж Это Я Вот Такую Вечь Как бы Если вы Посмотрите Люди Всегда В своих Проблемах Кого-то Винят Сегодня Люди Кто-то В России Винит Путина За то Что у Нас Так Все Происходит Кто-то Винит Еще Кого-то То есть У нас Мозг Наш Мозг Он Постоянно Ищет Того Человека На Которую Все Звешить И От Которую Возникают Все Беды И Что Больше Всего Люди Хотят Они Хотят Чтобы Другие Изменились Чтобы Все Поменялось Не Учите Меня Жить Помогите Материально Большинство Людей Хотят Чтобы Другие Изменились Чтобы Страна Поменялась Чтобы Отношение К ним Поменялось Чтобы Люди Возле Них Поменялись Они Хотят Других Изменить Чтоб Другие Изменились А Господь Говорит Смотрите Проблема В чем То есть Бытие Третья Глава Человек Не Смотрит Себя Писание Год Вникая В себя Обучение Так Поступая Спасешь Себя И Слушающих Человек Не Сосредоточен Поменять Своё Мышление Он Сосредоточен Чтобы Другие Ну В семье Например Седа Качели Жена Хочет Вносит Мозг Чтобы Мозг Поменялся А Мож Выносит Мозг Жене И Все Друг Друг Гуся Выводят Что Большинство Браков Как Рушатся Ой Я Его Изменю Я Его Изменю А Потом Раз Мне Не Удалось Изменить Мне Уже Не Интересно С ним Жить То Есть Мы Всегда С мышлением Таким Что Мы Должны Изменить Пришла Проблема И Что Я Перекладываю Свою Вину На Других Людей В Бизнесе Это То Ж Само Происходит Семье Это Происходит В Дружбе Происходит Это Во Всем Происходит То Есть Благая Весь Она Не Перекладывает Когда Приходит Проблема Она Не Перекладывает Обстоятельства На Других Людей Посмотрите Пришли Чтобы 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 Кто Кто Изменился Или Кого То Хотите Обвинить Это У вас Греховное Мышление Работает Вы Перекладываете Обстоятельства На Других Людей И Сатана Всегда Что Показывает У него Суть Разделяй И Властвуй Он Всегда Будет Показывать Не в тебе Проблемы Друг Проблемы В других Людях И Люди Постоянно Что Делают Враждуют Постоянно Конфликтуют Постоянно Кого-то Обвиняют Постоянно Ну Они Как Это Самое Есть У Нех Есть У Какие-то Проблемы Кто-то В этом Обязательно Виноват Они Не Видят Что У Них Утрачен Образ И Все И Докум Поймите Вот Почему Я Изначально Сказал Когда Ты Приобретаешь Образ Ты Понимаешь Завет Понимаешь Миссию Понимаешь План Почему Я Вам Это Говорю Потому Что В Образе Заложен Уже План Божий И Когда Возникает Какая Жизненная Ситуация Духовный Человек Он Не Не Разделяется И Не Перекладывает На Какого-то Человека Он Знает Что В этом Есть Заложен План Для Его Жизни План Для План Для Жизни Во Всех Этих Ситуациях Если Бо Иосиф Обвинял Бо Своих Братьев То Что Они Продали Его В Равство И Поэтому Ее Трудная Жизнь Смог Бо Иосиф Сделать Это Самое Стать Премьер Министр Когда Человек Обвиняет Других Людей В Итоге У Него Рождаются Большие Психические Проблемы Он Постоян Людей Винит Кого То В Твоих И Он Постоянно Желает Чтобы Кто То Все Поменял И В Итоге Он Перестает Развиваться Потому Что У Духовного Человека Во Всех Проблемах Заложен Божий План Поэтому Вы Должны Смотреть Разделились И Вы С Богом В Мышлении Переложили Обвиняете Лего Кого То Своих Проблемах Или Нет Поэтому Что Мы Должны Понимать Смотрите Всегда Человек Ищет Предлог Предлог Или Предлоги Чтобы Кого То Обвинить Простой Пример Одна Девочка Плетнулась На Одном Лидере Увидела Недостатки И Она Не Смогла Слушать Его Слово Потому Что Она Увидела Недостатки И Она Началась Загрыть Но Если Он Служитель Божий Почему Это Есть У Него В Жизни И Она Увидела Предлог Просто Предлог Как Ей Как бы Ну Как бы Почему И она Не могла Слушать Проповедь Она Не могла Слушать Учение Почему Потому Что Дьявол Вложил Ей Предлог Предлог А У Него Есть Такие Недостатки А Как Это И Она Не Может И Говорит Я Все Я Не Могу Слушать Такие Мысли Предлоги Почему Рождаются Почему Я Допустим Не Могу Жить С Мужем Мы Друг Друга Съели Мы Друг Друга Разочаровали Мы Друг Друга Исчерпали Почему Мы Можем Не Можем Быть Вместе Работать Вместе Предлоги Всегда То есть Перекладывание Вот И Поэтому Люди Всегда Ищут Предлог Предлог Почему Я Это Сам Это Не Можешь Вот Представляете Вот Больше Всего Интересно Такой Момент Что Больше Всего Люди Соблазняются На Пастырь То есть Они Когда Приходят И Начинает Пастыр Вот Сканировать И Что Самое Интересное В Моей Практике Недуховные Люди Знаете Что Они Ищут Больше Во мне Недостатков Чем То Что Я Знаю Вот Вы Когда Пришли В Церковь И Когда Это Самое У Вас Какое Вошло Слушай Ну Если Такая Большая Работа Такое Движение Значит Бог Через Него Двигается Надо Больше Слушать Больше Общаться Больше Вникать Или Наоборот Ну Ка Так Посмотрим Так Где Че Как Вот Здесь Вот Здесь Вот Здесь Вот Здесь И Появлялись Предлоги А Почему Я Не Хочу Слушать Почему Я Не Смогу И Почему Я Должен Жить Так Как Я Хочу Разве Не Так Это Всегда Так И Люди Теряют Радость Мир В Семь Е В Церкви И Знаете Что Они Не Видят Что Это Бытие Третья Глава Они Не Видят Что Когда Я Обвиняю Какого То Человека Или Еще Что То Они Не Видят Что Это Это Родилась Вот Моя Греховная Сущность Бытие Третья Глава И Третье Что Происходит Это Заразно Вот Это Состояние Несет Заразу Раковую Опухоль Почему Это Заразно Потому Что Исход Двадцатая Глава Третий Четвертый Стих Это Передается По Наследству Что Произошло Каин Савелем Каин Убилавеля И Смотрите Сегодня Если Люди Постоянно Послушаешь Российской Федерации У них Предлоги Почему Они Должны Воевать И Демобилизацию На Нас Хотели Напасть Мы Воюем Со Всем НАТОМ Послушаешь Украинцев У них Свои Своя Аргументация Почему Должно Быть Разделение Конфликтов Продолжаться А Дальше К чему Происходит Как Вы Думаете Украинские Дети Будут Рубить Русских Детей Нет Это Зараза Она Будет Продолжаться Десять Двадцать А то Может Быть И сто Лет Есть Конфликты Которые Столетние И Все Из-за Бытия Третья Глава Разделение Духового С Богом Потом Разделение С людьми Потом Я Обвиняю Кого Нахожу Предлоги Почему Я Должен Ненавидеть Почему Я Должен Поэтому Когда Вы Говорите Какие То Проблемы Когда Я Смотрю Люди О каких Проблемах Они Говорят Мне О бытие 28 Главе Они Говорят У меня На работе У меня Семья У меня В карьере У меня Со здоровьем У меня Депрессии Конфликтные Ситуации Вот Что Они Все Все Время Мне Говорят Пастор Какое Мы Сделать А Богу Вообще Не Интересуют Ваши Проблемы Вот Они Вообще Интересуют Почему Потому Что Он Говорит Если Ты Решишь Я Пришел Решить Третью Главу То Я Пришел Решить Духовную Проблему Чтобы Ты Постоян Был Со Мной Если Ты Постоял Со Мной Значит Во всех Проблемах Будет Заложен Божий План И Поэтому Какие Проблемы У тебя Не Бог Не Смотрит На Эту Проблему Он Говорит Омышление Когда Пришли Проблемы В Жизнь Авраама Что Ему Бог Сказал Он Дал Ему Миссию Выйди Из Земли И Покажу Тебе Другую Землю В Которую Ты Войдешь И Благоу Стоит И Потомки Твои То есть В проблемах Когда Люди Взыскивают Бога Бог Дает Им Маршрут Завета Он Дает Им Что Надо Делать Когда Наркоманы Ко мне Приходят И Говорят Пастор У меня Долги Там Знаете Я говорю Тебе Вообще Сейчас Ни о Долгах Не Надо Думать Ни о Чем Не Надо Думать Тебе Знаешь Что Тебе Нужно Научиться Жить С Богом Вот Поверь Мне Когда Ты Научишься Жить С Богом Тогда Все Твои Проблемы Они Автоматически Будут Решаться И Матфея 633 Так И Говорится Ищите Прежде Царства Божьей Правды И Остальное К вам Предложит Но Дьявол Он Что Говорит Он Не Учит Нас Жить Бога Он Говорит Верь Богу Я Не Против Верь Богу Верь Ну Живи Вот Так Живи 28 Живи Целями Живи Целями Не Меняйся И Поэтому Когда Приходят Проблемы Когда Приходят Проблемы Грешные Он Обвиняет Других Людей Или Обстоятельств Он Говорит Вот Они Виноваты Вот Они Виноваты Обвинения Людей Они Виноваты В Моих Проблемах Духовный Человек Когда Приходят Проблемы Он Наоборот Он В Проблемах Ищет Божий План Стал Авраам Авраам Если Бы Не Было Проблем У Него Стал Льв Моисей С Моисеем Если Не Было Проблем Стал Иосиф Иосиф Если Бы У Него Не Были Проблемы Представьте Если Иосиф Он Уже Мог Все Время Злиться На То Что Его Братья Продали В Рабство Он Мог Все Время Злиться На Них Когда Он Увидел Что Был Сделал Когда Стал Пример Министром Он Бых Убил Если Бо Он Убил 12 Будущих Колен Израиля Остановился Вы Течение Божьей Воли Ну Так Как Он Увидел Божий План Что Им Сказал Он Говорит Не Вы Меня Продали В Рабство Ну Бог Наперед Меня Отправил В Трудности Чтобы Я Потом Спас Великое Множество Людей Поэтому Что Говорим Что Иисус Есть Христос Почему Надо Держаться За Бытие 3 15 Когда Иисус Сказал Почему Бытие Я говорю Бытие 3 15 Семь Жены Поразит Дьявола В голову Потому Что Писание Сказано Ефесянам 2 1 Он Решил Проблему Прошлого И Вас Мертв По Преступлениям И Грехам Вашим Ефесянам 2 Он Решил Проблему Настоящего Что Настоящее Написано Вы Живете По Обычиям Мира По Воле Князя Господствующего Духа Действующего Сына В Противлении Люди Живут Как По Обычиям Сейчас Век Капитализма Значит Надо Сосредоточиться На Зарабатывании Денег Люди Живут По Обычиям У меня Чат Боксерский Там Караул Они Все Говорят Только Про Войну И Ненависть Между Украинцами Русскими Кто Должен Победить И Кто Говорит Либо На Щите Либо Со Щитом Я Говорю В смысле Либо Россия Будет Либо Россия Не Будет У Основу Какие То Крайности Крайности Так же Семьи Происходит Это Второе Что Решил И Третье Он Решил Проблему Евгения 2 6 Написано И Посадил Нас Сним На Небесах Это Будущее Поэтому Мы Верим Что Иисус Решил Проблему Прошлого Настоящего И Будущего Он Нас Оживотворил Оживотворил Он Сказал Нам Жить По Обычаям Этого Мира Нет Он Говорит Не Обманывайтесь Этим Миром Он Сказал Какое У У У Будущее Да Любящим Бога Все Содействует Ко Благу Вы Будете Сидеть На Небесах Через Вас Совершится Божий План Поэтому Писание Говорит Что Иисус Это Пророк Что Значит Пророк Упование На Бога Когда Приходит Проблема Сразу Видно На Кого Человек Упывает В Проблеме Ты Наоборот Держишься За Слово Ищешь Ответ Словью У Тебя Есть Молитва И Господь Покажи Мне Божий План Он Сосредотачивается На Боге На Ком Сосредотачивается Давид Он Давид Солом 22 Что Сказал Господь Пастор Мой Я Ни В Чем Не Буду Нуждаться Он Упакует Меня На Злачных Пажетях Можете Либо Действительно Ну Как бы Вообще Истинное Духовное Состояние Когда Сказать Мне Кроме Бога Ничего Не Нужно Если Бог Со Мной Все У У У У Жизни Достаточно Были Проблемы У 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 нет вы намолилась и горы господь и но это ну ты мне дал такого мужа или дал такую жену значит я буду служить и работать вместе надо этим значит надо пройти сложные обстоятельства в семье и когда человек действительно укрепляется в боге то он перестает разделение обвинять искать предлоги и потом чтобы дети росли без отца он просто сосредоточен на чем на боге он молится сосредотачивается на божьем плане тогда что происходит второе приходит иисус как царь 1 на 38 что разрушается планы сатаны когда приходит предлоги от мысли от дьявола вот это он тебе не нравится предлоги это все заразное когда ты вот здесь его блокируешь а как ты можешь блокировать если ты вот с богом пребываешь слой его пребываешь наслаждаешься тогда ты когда это вот здесь блокирую все дьявол не может тебя дурные мысли не посещает никуда ну как вот допустим на один парень рассказывал будет но он всегда поделать по девочкам по девочкам любил вид любую девчонку можно снять деньги время интеллект все даже замужнюю просто она рано или поздно с мужем поругается надо быть рядом с ней в подвигаем друга и все и выдал натолкнулся на верующую а верующие говорит это извини сплю только за с мужем как а вдруг мы не подходим туда-сюда все пошли говорит но мы же не я же тебе не тортик чтобы тут покусать там покусать тут покусать и какой вы тортик тебе понравился с том это давай общаться разговаривать и смотреть ну как бы если люди духом душой соединили неужели они в теле не договорятся и вам любой психолог говорит что там нету болтика и нету винтика все от состояния души и духа а все эти химические процесс они рано или поздно прекратятся и года и туда и сюда нету он начал задуматься надо бы если жениться буду на верующий жениться чтобы не рога потом никто и ставит потому что вот дьявол здесь если вот здесь нету отношений значит здесь найдутся предлоги через которые ты его это произойдет раскол семье психики люди почему опустошается ведь я устал у него вот здесь нету силы пришли предлоги пришли это самые и поэтому это потом отражается на на работниках на друзьях на взаимоотношениях все по кругу сначала духовное разделение потом приходит разделение с людьми я обвиняю перекладываю нахожу предлоги и потом это переходит по цепочке люди находят себе это самое ну каба других людей которые мы которых будут этим же заражать все мы бабы стервы милый что с тобой каждому кто не первый тот у нас второй от вот этого от состояния родилась вот эта песня и потом накладываются на по на поколение девчонок все бабы сервы она всех культур так формируется и мир так формируется мы должны увидеть бытие 3 глава вы что-то вообще получаете ребят а потом 3 происходит это священник что написано в бытие 3 главе написано что дьявол будет питать вас что жарить вас куда в питу поэтому когда есть священник когда ты крепкие отношения когда ты не позволяешь дьяволу допустить разделение то когда у тебя люди начинают с тобой ссориться или еще бежали тебя ты можешь легко сказать любое слово человека она не может меня ввести в депрессию слова мужа не могут меня ввести в депрессию слова людей меня не могут ввести в депрессию моя самооценка от этого не падает у меня духовная сила происходит почему потому что неважно что мне говорят люди я знаю что мне говорит бог а если бог не гуляет это будет победить сатану тогда будешь побеждать людей яков когда боролся с богат отпусти меня он бы пока не благословишь не отпущу он говорит ты ты сражался с богом и человеков одолевать будешь какие люди одолевали вот вы весь его посмотрите эпохальные люди это те люди которые могут одолеть людей эпохальные люди это люди которым все равно что говорили по отношении их люди вообще неважно что люди говорят ты сначала не буду говорить сектант потом будет ну конечно мы на этом найти сначала вот сектантом туда-сюда сейчас полгодика год поживут потом посмотрим потом рассмотрит живем женой но сейчас осмотрит денег нету а ну верующим стал денег не будет подрос вот один бизнес открыл второй бизнес открыл куда они же верующие у них знакомы по всему миру они там вместе взаимодействуют друг другу помогают подсказывают понятно что опять не угодишь ну плохо и плохой вы стало хорошо опять плохой ну как бы всегда ищут люди предлоги как на тебя как тебя ужалить сюда ищут предлоги но потом ты поэтому что поэтому когда ты имеешь с богом отношения не побеждаешь в мышлении как бы то что на тебя дает и то что дает от людей ты всегда будешь менять людей если будешь побеждать вы представляете почему написано неверующая жена спасается мужем верующим и неверующий муж спасается женой верующей почему вот так в писании написано потому что в этой связке есть они не находят взаимодействия они разбегутся а есть один человек духовно сильный он он перепрограммирует он может чего-нибудь там делает она своей добродетельностью любовью она раз покрывает и потом что изменяет ли спасает спасает будущее своих детей спасает будущее своей семьи и понимаете один человек может спасти на нацию один достаточно человек духовный он может изменить все почему потому что он не обманывается людьми он не обманывается собой не обманывается обстоятельствами и последнее заканчивая я хочу чтобы вы увидели вот эта вещь когда у вас будет действительно молитва согласно слова когда в сложных ситуациях вы будете держаться завета миссии тогда вы начнете побеждать людей и тогда вы знаете что любые трудности трудно любые конфликты любые благословения любые ответы которые вашу жизнь приходят любые вот все что вашу жизнь приходит будет приходить не только трудности конфликты будут приходить успех во всех вот в этих ситуациях вот во всех этой ситуации всегда проявляется за что ты держишься держишься ли это свидетельство вот в этом свидетельство твоей жизни за что ты держишься что иисус есть христос какой у тебя форум какой у тебя форум пришли трудности по божьему решаю пришли по благословению божье развиваю ведь свидетельство нужно в чем и заключается вот и пошел какие-то трудности хорошо какое свидетельство твоей жизни такое свидетельство твоей жизни если мы всю библию будем читать все люди божьи они свидетельствуете о чем что в успехе не в успехе давид он был царем но по сердцу бога у него свидетельство что он человек по сердцу бога соломон иосиф свидетельство жизни то есть если ты духовный человек если ты приобрел образ божий двадцать седьмой глава то какие бы ситуации люди не говорили они говорятся бог всегда с ним он всегда будет за бога держаться и всегда от бога получит помощь потому что если свидетельство тогда будет всегда работать план божий есть мы по-настоящему верим что бог пишет историю как ты думаешь с кем бог будет пребывать кого бог будет поддерживать на этой земле тот который держится за него одержимся ли мы за на сто процентов если удерживаться за него бог обязательно расходит план вот я в своей жизнью пришли трудности я пришел богу пришли трудности теми быть путями которые раньше зарабатывал деньги я год пытался не мог заработать и пришел во все по сути дела обнулился просто я по 1 по одной схеме зарабатывать деньги его господь не ребята начали приезжать и говорить андрей с волками жить по волчь и выть здесь надо по-другому господи нельзя вот так двигаться его я верю что у бога вся небо вся земля у бога все золото есть он не сейчас деньги не дает значит в его воле я на что-то он хочет вам не было поменять я на уроки получил какое свидетельство получил я научился мы же живой научились на маленькие деньги жить я же вам рассказывал когда ситуация когда она была беременна воде а денег не было рассказал я пойду работать потому что я не мог то никак я буду на маленькие деньги когда я научился на маленькие деньги же знаете что я научился а когда вы стали приходить большие деньги я начал знать куда их это самое вкладывать почему потому что все бизнесмены попадают на одну ситуацию когда у них появляется давай давай у них от денег голову сносит они начинают в другие стороны улетать как вы думаете бог знает если вы будете получать большие деньги успех что у вас голова слетит что вы начнете там не знаю там сразу девочки станут красивыми рестораны другие клубную жизнь веселая жизнь машины квартиры там все бог это знает вы знает все он знает вот вы даже себя не знаете но он знает вас узнать что чтобы произойдет если у вас все будет катить как вы думаете если вы чадо божие он заинтересован чтобы у вас все это было он конечно это хочет дать для для его славы чтобы свидетельство божие было чтобы план божий реализовал но в то же время знает если это нам навредит он это нам не даст поэтому третье я за свою жизнь очень очень прекрасно видел такой момент приходили богу раз деньги получились уходили от бога раз опять по его приходит опять церковь я говорю чё денег не стало блин опять постой что-то вообще все покатило обнулился слава богу знаешь мне кажется тебе еще денег не надо давать богу просто как только ты без денег ты с богом как деньги получаются тебя нету с богом когда вы без денег ты молишься как у меня жена говорит мне нравится когда ты болеешь его почему когда ты болеешь ты сразу милая дорогая нуждаясь и во мне так внимание ко мне много так говоришь когда ты здоровый ты куда-то несешь обо мне внимание уменьшим на меня уменьшим внимания придержь поэтому бог это все знает и поэтому он хоть чтобы было свидетельство его воли он хоть чтобы раздался план потому что через план родится завет что ты хочешь достигнуть всей своей жизни и поэтому в трудности когда вы держитесь ищите божий план приходит завет за заветом приходит миссия и в итоге дальше шедевр жизни если вы смотрите я 23 года пастор если вы не спросите у вас вы когда с богом пришли наверное вообще ну как только вы сказали я с господом пришел на проблем нету не было наверно если с богом значит вот на сразу пришли успех все у вас все так вы знаете все классно каждый год каждый год проблему трудности и жизненные они приходили все больше и больше вы знаете да сейчас да почему я здесь да просто осудил войну на меня уголовное дело я уехал на миссию трудности больше и больше происходит вы знаете что это самое вы должны вот запишите свою мысль вы должны смотреть не на проблем которыми вы сталкиваетесь а на ответ который вы получили люди которые приходят они ищут ответы на проблемы а нужно получить ответ что иисус есть христос ответ какой что бог всегда с тобой а если бог с тобой не важно как себя ведет муж не важно как себя ведет жена не важно какие обстоятельства у вас сегодня если ты с богом значит в этом есть божий план и бог тебя не не выведет потому что ты будешь держаться за него будешь искать его ответ и когда твоя личность сформируются благословение вот эти они сами прилагаются должна сформироваться духовная личность и поэтому всякий раз когда вас возрождается желание с кем-то разделиться не держать слово божье в разуме я вот антона спросил бы мы раз позанимались один урок его антон скажи три положения верующих скажи четыре силы власти он раз ассас а это главное это не надо забывать никогда кто я в положении какая у меня какой власти потому что когда приходит проблема я буду поступать исходя из того кем я себя осознаю и какой властью я в боге обладаю если я этого не понимаю я буду решать вот так вот предлоги тому своими силами понимаете друзья и так живет весь мир поэтому войны не прекратятся конфликты не прекратятся обвинение друг друга не прекратится и вы должны знать всякий раз когда у вас поднимается что-то чтобы вот найти предлог ну до всего можно докопаться даже до столба что здесь стоишь правильно найти предлог а предлог всегда можно найти как только у вас это поднимается но если на человека на обстоятельства на все негодуешь дальше если ты в это войдешь ты должен понять этого это в тебе говорит бытие 3 глава люди неплохие вокруг тебя пастор неплохой жена неплохая муж неплохой обстоятельства неплохие ты просто должен видеть сатану ты должен просто видеть сатану и сатана ты изменишь только тогда когда ты сам себе увидишь сам все вижу а это во мне будет бытие 3 глава которую иисус и пришел решить иисус пришел решить чтобы что вот я еще раз говорю чтобы 24 часа я был с богом не разделялся с богом и не искал разделения с людьми чтобы никогда не перекладывал или искал предлоги или перекладывать на других мыши не обвинял никого но знал что в этой ситуации есть божий план и чтобы я был благословением они зараза я должен быть стать священником оживотворять их людей меняется полностью структуру мышления структуру поведения меняется будущее я думаю вы бытие 3 главы наверно все сталкивались в течение этой недели да она увидели какие-то вещи но это сейчас в своей жизни я тоже сталкиваюсь с этим моментом и вот важно понимать что иисус не вот эти пришел проблемы решить бытие 3 глава образ иисус кого-нибудь обвинял с богом получался нет поэтому что произошло он все он он передал благословение до 1000 родов посмотрите на на иисуса христа как основатель учредители нашей веры аминь